Высказывайте своё мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истинные. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 а.м. Будь в центре событий. Народная волна. Ну что же, уважаемые дамы и господа, подошло время. К нашему неполиткорректному ток-шоу, шоу, которое создал Сергей Зацепин. Ну а я, его ведущий, Анатолий Червец. И участники все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Вы нас слушаете на волне 14.30 а.м., 99.1 FM. Также вы нас можете слышать на нашей веб-страничке radio-nvc.com, на нашем YouTube-канале radio-nvc. Кстати, зайдя на этот канал, пожалуйста, нажмите кнопочку регистрации или subscribe. Нам это очень важно, знать все-таки, сколько людей нас слушают и нас поддерживают. Ну и, конечно же, вы нас можете слышать и видеть, зайдя на нашу страничку Facebook radio-nvc. Ну что ж, вроде бы еще раз 847-400-5200. У нас есть с вами, ну так, будем говорить, почти целый час до часу 30. Мы будем с вами в эфире. Ну а потом в свое обычное время в 5.30 вечера неполиткорректное шоу вернется еще раз в прямой эфир, где мы с вами опять же будем общаться, ну и обсуждать разные интересные темы. Я, в принципе, вы знаете, что я человек гибкий. И, пожалуйста, если вас интересует что-то или у вас какой-то вопрос, вы можете позвонить, задать вопрос, с удовольствием на него отвечу. Если я знаю на него ответ, если же у вас есть какое-то мнение, мы можем просто обсудить ситуацию и посмотреть, насколько наше мнение сходится или расходится. Ну вот пока что у нас уже есть номер, телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Если же у вас есть какое-то мнение... Говорите, пожалуйста. Ситуацию вы не посмотрите. Говорите, пожалуйста. Вы не слушаете радио, говорите со мной. Не звонок. Ситуацию вы не посмотрите. Понятно. Так, человек, наверное, не ожидал, что я отвечу на телефон, поэтому не знал, что сказать. Ну ладно. Итак, все, вроде бы мы все такие оргвопросы решили. Итак, давайте, наверное, начнем с самую главную тему, которая вот буквально завершилась пару дней назад. Это, конечно же... Ну вот есть телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Значит, мы уже привыкли за долгое время, что в мире нарастает волна антисемитизма. У меня немножечко другой вопрос. А вот как обстоит дело с антихристианством? Вы посмотрите, самая большая конфессия, самая большая религия, как угодно называйте, но их же убивают намного больше. Вы посмотрите, что происходит в палестинской автономии. Вы посмотрите, что происходит в Нигерии, что происходит в других городах. И все христиане, самая большая община в мире, они молчат. Что происходит вообще? Спасибо за ваш вопрос. Ну, я, честно, наверное, этот вопрос нужно было бы обратить к христианской общине, то ли у нас в Чикаго, то ли у нас, то ли в мире. Но я вам скажу свое мнение по этому поводу. Я... Для меня абсолютно неважно, какой человек религии или конфессии, когда человека притесняют, убивают, когда против этого сообщества, неважно кого, христиан, евреев, кто бы они ни были, то есть кто бы это ни был, когда против любого общества происходит какое-то насилие, я, в принципе, вообще против этого. В отношении того, что молчит христианское сообщество, ну, опять же, я, знаете, я не очень силен в религии, но, насколько я помню, один из, одно из правил, по-моему, я, опять же, если я ошибаюсь, пожалуйста, можете позвонить меня поправить, но одно из правил по христианству, это, если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. Это я так интерпретирую. И, может быть, поэтому христианское сообщество, они особенно борются с тем, что происходит в мире. Я знаю, что, например, еврейское государство, Израиль, и, ну, в основном, будем говорить так, порядочные евреи всегда боролись и борются против, я думаю, будут бороться против антисемитизма, и они действительно за это борются. Посмотрите, что происходит в Израиле. Вы упомянули Палестину. Ну, я вам скажу честно, я, я уже это говорил несколько раз, я, ну, просто ненавижу антисемитов. Поэтому, если вы говорите про Палестину, которая пытается провоцировать Израиль на какие-то ситуации, то, по мне, это, то есть, для меня это не люди, и мне таких людей, то есть, они меня меньше всего интересуют, мне их абсолютно не то, что не жалко, мне их жалко как людей, как живые существа, но, если вы говорите о тех, которые провоцируют Израиль, значит, они заслуживают того, что они получают, и я абсолютно в этом отношении солидарен с государством Израиль. Если вы говорите о Нигерии, ну, я не знаю, что происходит, честно, не знаю, что происходит в Нигерии, я не знаю, насколько там притесняют христиан, поэтому вопрос немножко, наверное, не ко мне, но, как еврей, я вам скажу такую вещь, что я считаю, что око за око, зуб за зуб, и все те, которые пытаются провоцировать еврейское государство или евреев как нацию, ну, если эти люди потом получают по мордасам, ну, значит, по делам. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, я хочу дополнить немножко. Знаешь, есть такой хороший анекдот, когда Василий Иванович спрашивает у Чапаева, Василий Иванович, это правда, что евреи отвечают вопросом на вопрос. Понимаете, Петя, ответил Василий Иванович, так вот, пусть он этот вопрос задаст Путину и Примакову, которые этих, не хочу называть этих категорию людей, которые они пестуют и снабжают оружием. Да? А что он Вас спрашивает, что Вы можете сказать за тех, кто, так сказать, льдом пьет кафель и очень быстро объединяется против евреев? Ну, как только заходит речь, поддерживаете, получите, Господи. Да? Ну, я Вам скажу, я знаю, зачем, почему он задал мне этот вопрос, потому что это, конечно же, вопрос с очень большим намеком на провокацию, но я на провокации не поддаюсь, я отвечаю по-любому с провокацией или без, так как я это вижу и так как я это чувствую. Спасибо большое. Добрый день, Вы в эфире. Я думаю, я с Вами не согласен, я думаю, что это не провокация, это действительно нормальный вопрос. Вы знаете, в Нигерии, допустим, арабы убивают христиан, убивают мужчин, мальчиков, а женщин забирают в рабство, натуральное рабство, с цепиами, со всеми делами. И никто в мире об этом не говорит, но это и есть. Это время от времени просто разводится в прессе. Понимаете, это ужасно. Ну, Вы... Это был очень правильный вопрос. Опять же, смотрите, этот вопрос, наверное, помните, когда-то, ну, я очень люблю Ильфа и Петрова, это вопрос, один из тех, где совет был бы паниковский, обратитесь в Лигу сексуальных реформ. Я здесь при чем? Все правильно. Все правильно. Я согласен. Понимаете? Спасибо большое. То есть, этот вопрос, может быть, он и действительно имеет право на существование, но задать такой вопрос на русском радио в Чикаго, ну, что я должен на это ответить? Ну, будем считать, что ответ не состоялся. Итак, самый главный вопрос, действительно, который нас интересует, я так думаю, и нашу общину, и вообще наше государство, это, конечно же, поездка Трампа в Осаку, в Японию, на Джейтвони собрание, на двадцатку большую, и решение некоторых вопросов там. И я вам скажу такую вещь, конечно, действительно, вот правду, если вы посмотрите абсолютно объективно, не с точки зрения, допустим, там нашего Чака Шмака Шумера, и не с точки зрения Нэнси Полоси, если вы посмотрите абсолютно объективно на ту картинку, которая представлялась, допустим, вот во время фотографии, да, когда делали общую фотографию лидеров двадцатки, ну, начнем с того, что это серьезнейшая встреча, действительно, там лидеры двадцати самых передовых экономик мира, и собираются люди, которые действительно пытаются решить какой-то, какие-то вопросы, в основном, конечно же, касающиеся экономики. В отличие, кстати, от, я знаю, что очень многие люди просто переживают душевно по поводу того, что Россию опять приняли в ПАСЭ. Ну, если мы подумаем о том, чем занимается ПАСЭ, допустим, да, мы поймем, что абсолютно, ну, вот ПАСЭ, действительно, это пассивная организация, где просто собираются люди позаниматься болтологией и делать вид, что они решают какие-то вопросы, а на самом деле, в принципе, от их решения абсолютно ничего не зависит. Так вот, в отличие от ПАСЭ, G20, это действительно серьезная, это серьезные встречи. И, учитывая то, что на этой встрече присутствовал Владимир Владимирович Путин, опять же, ну, я понимаю, что с Россией не считаться невозможно по одной простой причине, потому что они являются державой, большая страна, которая имеет ядерное оружие. И поэтому, ну, хотя бы на уровне двадцатки, хотя я не представляю там экономику России, опять же, там интересное было обсуждение, якобы Владимир Владимирович Путин обсуждал в Саудовской Аравии уменьшение добычи нефти для того, чтобы поднять цену. Цену, я имею в виду, на нефть. Почему? Потому что, конечно же, Россия все свое благосостояние привязывает к цене нефти, так как экономики вообще нет. Есть военно-промышленный комплекс, что у них не отнимешь, и есть нефть. Все, больше в России ничего нет. Поэтому обсуждать им какую-то экономику, я думаю, не о чем, но им есть, что продать в смысле оружия, и им есть о чем заботиться, это о нефти. Итак, состоялась встреча Путина с принцем Саудов, или с представителем принцем Саудовской Аравии, договорились, вроде бы, и то, я, честно, очень скептически к этому отношусь, насчет того, насколько они договорились между собой, потому что я очень наивно верю в то, что Саудовская Аравия в первую очередь договаривалась бы с Америкой, а не с Россией. Поэтому, если бы это были трехсторонние договоры, переговоры, я бы еще мог это понять. А так, чтобы Саудовская Аравия в стороне от Америки вела какие-то разговоры с Россией, ну, честно, сомневаюсь, но российская пресса об этом трубит направо и налево, включая все российские телеканалы. Итак, наш президент, Дональд Трамп, конечно же, встретился с Синзоабе, это была очень важная встреча, почему, потому что нас действительно, то есть, на сегодняшний день Япония с нами, давайте говорить так, мы не друзья, мы деловые партнеры, и как деловые партнеры Япония важна для нас, а мы важны для Японии, поэтому их встреча была очень важна, плюс к тому, что Синзоабе, он действительно очень уважает Трампа, он его уважает именно вот как бизнесмен бизнесмена, понимаете, тут немножко другие отношения, одно дело, когда говорят между собой политики, а другое дело, когда говорят бизнесмены, совсем другое отношение, другие разговоры. Итак, Синзоабе встретился с Дональдом Трампом, обсудили ситуацию не только в отношении экономики, но очень важно для Японии сегодня то, что происходит на корейском перешейке, и, конечно же, их беспокоит состояние ядерное вооружение со стороны Северной Кореи, поэтому, конечно же, были разговоры, и вот эти разговоры, мне, у меня создалось такое впечатление, лично у меня, еще раз, я сейчас высказываю чисто свое мнение, поэтому, пожалуйста, можете с ним согласиться или нет, но, именно после разговора с Синзоабе Трамп решил все-таки встретиться, вот такую, сделать небольшой, как говорится, детур, и все-таки встретиться с Ким Джан Эном, почему, потому что это действительно, это очень, очень, очень важный вопрос, для Японии и, конечно же, для Южной Кореи, итак, вот у нас есть звонок, добрый день, вы в эфире, здравствуйте, господин Червец, здравствуйте, не проследите, что там, это закончилось, я читал, но такие противоречивые факты, что, не знаю, кому верить, благодарю, я бы, Вадим, подождите секундочку, вы прервались, я вас не услышал, алло, Вадим, прошу вас, перезвоните еще раз, я просто действительно, у вас, немножко вы потеряли сел, и я не услышал вопрос, пожалуйста, перезвоните, вот, поэтому, я считаю, что, вот, именно в связи с этим, вдруг, Трампу, то есть, вы же знаете, Трамп человек, очень деловой, он человек серьезный, несмотря на то, что, многие к нему не относятся, таким образом, но, тем не менее, он действительно является серьезным, вот у нас звонок, да, говорите, пожалуйста, Ну да, господин Червец, связь плохая, я по поводу вопроса, у Хуан Вэй, Трамп вел переговоры, с чем они закончились, я читал, противоречивые факты были, так, вроде бы, Трамп снял блокаду, и сейчас, предприятия Google, там Intel будут продавать свою технологию, да, 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 он действительно, он немножко ослабил, то есть, он не выпустил, вот эту женщину, я забыл, как ее зовут, предводительницу Хуан Вэй, но, он действительно немножко ослабил, санкции, но предводительница в банде, она аж является там, директором, или хозяином этой корпорации, да, но он действительно, это правда, он ослабил немножко санкции, он разрешил обменяться технологиями, с нашими, с нашей силиконовой долиной, вместе с этой компанией, и я думаю, что это все стало частью его переговоров. Тогда у меня к вам другой вопрос, если эта компания настолько угрожала Соединенным Штатам Америки, ее безопасности, она же не пришла во время Трампа, она же пришла раньше, а где были президенты, которые были раньше, и куда они смотрели, и вообще, зачем столько спецслужб, если они все это профукали. Ну, Вадим, вы же знаете, если, то есть, если вы следите за этой компанией, это компания, которая придумала вот эту 5G Network, да, и что получается, наши президенты чисто просто профукали, и вот эту, и 1G, и 3G, и 4G, просто чисто профукали, и вот когда сейчас, One Way, вот это вот, когда они изобрели... Катя, можно вас перебить? Да. Я вам хочу сказать, что я читал на экономическом сайте, о том, когда была блокада этой, Huawei. Да. Потери Apple'а упали в 2 раза. Китайцы в этом отношении, очень дружные ребята. И так же само российский рынок, продажи Apple'а упали в 2, а Huawei телефонов увеличились. Так что, в мировой экономике, которая связана, такими мерами действовать нельзя. Конечно, ну, мерами действовать нельзя, но вы понимаете, тут получается так, палка о двух концах. Смотрите, с одной стороны, те, которые придумали вот эту вот сеть 4G, они в принципе как бы немножко на этом остановились. А китайцы продолжили расследование и изобрели все-таки вот эту 5G. Теперь, телефоны, которые сегодня выпускаются, для них в принципе 4G еще нормально, но уже настолько скорости повышаются, вот этих процессоров, что уже 5G как бы в самый раз. А получается, что вот эта компания имеет, как бы застолбили именно рынок вот этих 5G. Почему они являются угрозой национальной безопасности? Потому что вы понимаете, что если сейчас переключиться, раньше 4G были и у корейцев, и у англичан, в принципе, и у китайцев. То есть, тут не было проблем. 5G, если это застолблено китайцами, когда все перейдет на 5G, фактически, китайцы получат контроль над всем тем, что работает на вот этой сети. И вот тут это будет угроза безопасности. Вот как это все взаимосвязано. Понятно, спасибо. Пожалуйста, спасибо, Вадим. Добрый день. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Как бы вы плохо не относились к России, но на вещи нужно смотреть эффективно. Сейчас в бюджете России нефть и газ и составляет 100%, а только 38%. И Россия уже достаточно много продает за границу. Как она берет продуктов питания, она продает в 2-3 раза на большую сумму, чем вооружение. Так что, не все однозначно. Ну, я вам могу сказать, я, опять же, я могу с вами на эту тему поспорить. Почему? Потому что, если вы почитаете, не слушаете российские вот эти телеканалы, а если вы действительно почитаете экономические форумы или информацию о экономике всемирной, Россия практически никому, кроме оружия и нефти и газа, никому ничего не продает, потому что их качество близко не подходит к мировым стандартам. Понимаете? Я считаю экономические форумы, но она действительно уже кое-что продает. Что? Скажите мне, пожалуйста, что они продают, не связанное с оружием? Они продают. Кроме продуктов питания, они продают и машины, и оборудование. Вы можете сказать, что они продают в какие-то слаборазвитые страны? Возможно. Но в бюджете это есть. Ага, я понял. Спасибо большое. То есть, если они продают свои старые шестерки и девятки на Ямайку, это не значит, что у них есть экономика, вы понимаете? Я когда приехал на Ямайку, и когда я там увидел, копейки рассекают по всем городам Ямайки, мне просто стало смешно. Поэтому то, что они продают, они продают вот эту коламаги, которая уже вообще никому, нигде не нужна. Раньше еще как-то в Канаде покупали лады, шестерки в свое время. А сейчас и эти уже никому не нужны. Поэтому я не знаю, какие никому продают машины, но тут немножко информация, по-моему, хромает. Добрый день, вы в эфире. Да, Толя, привет. Это Слава Газарова. Да, привет, Слава. Ты скажи, пожалуйста, этому, что он не там не читает, или может подчитать между сроками. 23% населения в той стране, фаном которой он является, имеют туалеты на улице. Это если они их имеют? Если они их имеют вообще. Да. А он рассуждает о том, какие продукты питания... Ты же знаешь, Слава Газарова, что есть разница между туалетом на улице и выгребной ямой. Поэтому... Я не знаю, какую информацию он читает и с кем он там общается. Не, ну почему? Он читает, он слушает, допустим, программу «Время», он слушает программу «Вести», он слушает, что Путин заключил там на 10 миллиардов долларов на этом съезде двадцатки на 10 миллиардов этих контрактов. Знаешь, никто ни о чем не знает, но Путин заключил. Ну... Куда уйдут эти 10 миллиардов, он тоже не знает. Нет, я тебе скажу по-другому. Когда они туда придут, я тебе дам знать. Спасибо, Славочка. Вот. Давайте так, дорогие друзья, сейчас нас все равно вырубят, мы сейчас уйдем на рекламу, вернемся и обязательно продолжим общение. Уважаемые дамы и господа, спасибо огромное за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете, за то, что участвуете в наших передачах. Мы возвращаемся в неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Еще раз, я его ведущий, Анатолий Червец, номер телефона в студии 847-400-5200. Кстати, я забыл напомнить о том, что те, которые нас слушают в машине, и если в тех районах, где вы ездите, до вас не добирается чистый радиосигнал, вы можете абсолютно спокойно, используя наше бесплатное приложение на ваших айфонах и айпедах, набрать нашу аппликейшн, радио НВС, и вы можете нас слушать таким макаром, ну, а те, которые имеют телефоны или айпеды на основе Android, пожалуйста, выходите на нашу страничку, веб-страничку радио nvc.com и слушайте нас таким образом, поверьте мне, качество звука намного лучше, чем иногда бывает по радио, так как, ну, вот, помехи на радио все-таки существуют, поэтому пользуйтесь, привыкайте, все-таки технология, как-никак, 21 век, добрый день, вы в эфире, добрый день, Анатолий, хочу еще раз поблагодарить за прекрасные передачи, и у меня такой вопрос, как Мексика помогает в задержании, а не выполняет свое слово, данное там, да, спасибо большое, спасибо за вопрос, спасибо, да, еще после этого я бы хотела выразить свое недоумение, как можно приглашать к Богу, это же человек с железным сердцем может ее слушать, это просто ужас, спасибо большое, спасибо, насчет Мексики, да, пока что, слава Богу, Мексика выполняет свои обязательства, они действительно поставили неплохой заслон на свои южные границы, ну и плюс к этому, если вы еще не знаете об этом, и, как его называют, министр департамента безопасности, домашнего, как-то сказать, нашего, даже не знаю, безопасности нашей страны, Джан Мэклинен, он сейчас находится в Сальвадоре, ведет там переговоры о том, чтобы узнать, как говорится, провести разведку о том, чтобы действительно понадобилось странам вот этого треугольника, южного треугольника, то есть, Гватемала, Сальвадор и Гондурас, чтобы им понадобилось для того, чтобы все-таки их люди не бежали таким потоком из их стран. Ну, и плюс к этому он им обязательно повез такое сообщение от президента Соединенных Штатов о том, что он им рассказывает, насколько тяжелый и насколько опасный путь от их стран через Мексику, через границы, это действительно это ужасная, ужасная дорога, которая, она очень тяжелая, она очень опасная. Очень многие люди погибают в пути из Сальвадора, из Гватемалы по дороге в Мексику, в Соединенные Штаты. Очень многие дети страдают и так далее. Поэтому это действительно вопрос этот, конечно, желательно бы решался на уровне этих трех стран какой-то финансовой помощи, но проблема в том, что пока что эти страны, сколько бы туда денег не засылались, так как эти страны ужасно коррумпированы, эти деньги просто расходятся по карманам каких-то вышестоящих чиновников и, то есть, во-первых, не доходят до людей, а во-вторых, никак не помогают. Поэтому тут нужно как-то решать вопрос, может быть, по-другому, и вот это то, чем занимается Мек Ленен, ну, будем надеяться, что у него получится договориться. А Мексика, да, они исполняют свои обязанности, они за... по крайней мере, вы уже, я так думаю, что те, которые следят за этим делом, вы уже не слышите такого количества караванов, которые шли буквально в прошлом месяце, а еще больше в мае месяце, это был вообще просто кошмар, более, почти 140 тысяч человек в караванах перешли нашу границу, конечно же, с этим нужно было что-то делать, и вот поэтому Мексика, да, они выполняют свои обязанности, дай Богом здоровья, чтобы их хватило на как можно дольше, ну и наши пограничники тоже не дремлят, но тем не менее, сейчас, ну вот, еще одна тема, которую я хотел поднять, это, наконец-то, демократы все-таки согласились с тем, что то, что происходит на нашей южной границе, это катастрофа, это кризис, причем во многих отношениях, это и кризис безопасности нашей страны, это и кризис гуманитарный, это действительно большая-большая проблема, поэтому они, демократы, вместе с республиканцами в палате представителей подписали все-таки большинством Билл о том, чтобы выделить на гуманитарную помощь на южной границе, 4,6 миллиарда долларов, это очень серьезное подспорье, это недостаточно для того, чтобы решить эту проблему на все 100%, но, по крайней мере, в комплексе с тем, чтобы, может быть, сейчас задумаются еще и над тем, чтобы сделать, провести какую-то реформу именно по понятиям слова убежище, то есть, будь то политическое убежище или экономическое убежище, ну, эта реформа просто необходима для того, чтобы иметь возможность, по крайней мере, как-то отфильтровывать поток людей, которые сюда идут, то есть, идут ли они сюда по политической причине, то есть, преследование политическое, то ли они идут сюда по экономическим причинам, потому что там нет работ, нечего кушать, нет денег, ну, и так далее, или, может быть, они идут по причине насилия, но, опять же, мы же знаем прекрасно, мы все следим за новостями, мы все слушаем различных политических представителей нашей страны, где просить политическое убежище, это одно, это нужно доказать, что вы являетесь, что вас преследуют по политическим понятиям, ну, а бежать и просить убежище, потому что где-то в вашей стране повышенная опасность связанная с бандформированиями, с наркотиками и так далее, то есть мы не можем, мы просто не можем принимать людей, которые пытаются избежать насилия в их собственной стране, я имею в виду насилие, в смысле, опять же, от бандформирований и от наркоторговцев, вот, поэтому я надеюсь, что вот это 4,6 миллиарда, это будет хорошее начало тому, что начнут как-то шевелиться, тем более, сейчас все-таки выборы, демократы тоже понимают, ну, будем говорить так, многие демократы понимают важность этого момента, хотя некоторые в виде вот нашей так называемой комсомолки-активистки Шуры Кортиковой или Александрио Кассио Кортес, она явно не понимает, что там происходит, и она была одна из тех немногих, которые проголосовали против гуманитарной помощи пограничникам на наших южных границах, вот, представляете себе, кричат на каждом углу, какие они сердобольные, как им жалко вот этих несчастных, которые сюда переходят границу, эти условия, в которых они приходится жить, и тут же предложение помочь деньгами, они проголосовали против, ну, поэтому, что я могу сказать, вот вам разница между так называемыми профессиональными политиками, ну, и вот такими, прошу прощения, я не то, что ее хочу обидеть, но она действительно, ну, просто человек очень недалекий, очень неумный, человек очень немудрый, чистая вот выскочка, популистка, которая, вот, которые дали какую-то власть, наверное, и все, и она не знает, что с этим делать, она носится с этой властью, как, ну, дурень с писанной турбой, по-другому я это назвать не могу, потому что то, что она вытворяет, те речи, которые она толкает, вот она недавно была, поехала все-таки в Техас, поехала на границу, посмотреть, что же там происходит, ну, и толкала там пламенные речи, после чего не выдержала жары, прыгнула в машину с кондиционером и разговаривала с корреспондентами через щелочку, потому что, ну, очень было жарко, в общем, ну, что я могу сказать, дорогие друзья, я не завидую вот тем людям, которые сюда бегут, я не завидую нашим пограничникам, которые должны с ними сталкиваться, я не завидую нашим даже политикам, которые не знают, что с этим совсем сделать, то есть, с одной стороны, они понимают, что это, конечно же, кризис, с другой стороны, боятся вообще прикоснуться к этой ситуации, потому что понимают прекрасно, что находятся между, как говорится, молотом и наковальней, поэтому, но в первую очередь, конечно же, страдают те люди, которые сюда попадают, в смысле, бегут сюда, я не говорю про то, какие, и я не пытаюсь классифицировать, является ли это концлагерем, или это является лагерем для беженцев и так далее, но давайте говорить так, по-любому, те места, где этих людей содержат, они не были предназначены для содержания людей, это были тюрьмы, тюрьмы временного содержания, то есть, там не рассчитывали, во-первых, на такое количество людей, а во-вторых, не рассчитывали на то, чтобы их там держать такое количество времени, поэтому, ну, тяжело, но, тем не менее, я бы хотел вернуться все-таки к самету G20, почему, потому что это очень-очень важное такое событие в политической и в экономической жизни и нашей страны, и очень многих других стран, которые с этим связаны, ну, вот, мы уже с Вадимом обсуждали вопрос, что это компания китайская, Трамп после встречи с китайским хотел сказать императором, с китайским министром, прай-министром, он немножко ослабил санкции в отношении этой компании, которая является угрозой безопасности нашей страны, ну, и не только нашей страны, также он согласился отложить, наложить отложение тарифов на продукцию более 300 миллиардов долларов, сказал, что, ну, давайте подумаем, может быть, до чего-нибудь договоримся, и так, Китай, как говорится, Китай пошел думать, не знаю, до чего не додумается, большой надежды, честно, у меня нет, но, при всем при этом, я думаю, что ситуация с санкциями все-таки очень сильно действительно бьет по экономике Китая, поэтому что-то должно будет как-то решаться, ну, в отношении того, что Трамп решил полететь и встретиться с Ким Чжан-Ином, ну, вот смотрите, Чак Шумер, конечно же, Нэнси Пелоси и им подобные кричат, что это был самый ужасный уикенд за всю историю Америки. Президент такой страны, как Соединенные Штаты, полетел как бы на поклон к такому диктатору, как Ким Чжан-Ин, и мы показываем этим самым свою немощность, мы показываем этим самым, мы унижаем свое достоинство и так далее. Ну, что забыл нам рассказать Чак Шумер, давайте я приму звонок, потом расскажу. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Выключите, пожалуйста, ваше радио и говорите в трубку. Понятно. Итак, дорогие друзья, в основном вы все знаете, вы когда дозваниваетесь, пожалуйста, приглушайте радио, потому что иначе вы слышите не меня, а то, что происходит в самом вашем радио. Итак, что нам забыл рассказать наш Чак-Иш-Мак-Иш-Умар? А забыла нам рассказать совсем недавнюю ситуацию, когда наш в кавычках любимый и обожаемый предводитель дворянства дворянства Барак Хусейн Обама приземлил свой самолет Air Force One нигде иначе, как на Кубе. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, приземлил свой самолет на Кубе и абсолютно не имел никаких проблем общаться с диктатором не менее грязным, не менее страшным, не менее ужасным диктатором Фиделем Кастро, который ныне покойный, ну и, конечно же, его братом Раулем. И в этом, кроме как восторг, мы ничего не слышали. Мы слышали, что, наконец-то, впервые за 60 лет президент Соединенных Штатов пытается наладить отношения с нашими соседями на Кубе и так далее. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, когда они обвиняли Трампа в том, что он хочет поговорить с Киммерсином, я бы хотела им напомнить, что, скорее всего, и ужаснее всего было то, что Обама заключил ужасную сделку с Ираном. Да. Вот это был позор для Америки. Да. Абсолютно. И еще, иногда, как говорил Черчилль, помните, когда его обвиняли за то, что он помогает Советскому Союзу. Он сказал, что если бы мне нужно было спуститься в ад и заключить сделку с самим дьяволом, я бы это сделал для того, чтобы бороться с фашизмом. Абсолютно. И Трамп сделал то же самое. Он заключил, может быть, он еще не заключил, но еще пытается для того, чтобы обеспечить свою страну. А те люди, которые его обвиняют, просто предатели. Спасибо. Спасибо вам огромное. Конечно же, вы правы. Добрый день, вы в эфире. Кто-то очень упорно пытается дозвониться. Да, конечно же, вы правы. Но будем говорить так. То, что совершил Обама, это вообще, ну, что я могу сказать? Все вы прекрасно понимаете, насколько это подло. по отношению к своей собственной стране. Не важно, где, в какой стране, прошу прощения, не важно, в какой стране ты живешь. Важно то, что ты в этой стране живешь, ты являешься президентом этой страны, и то, что совершил Обама, это просто ниже любого достоинства, ниже Плинтуса. И тем не менее, никто слова ему про это не сказал. И нашим средствам массовой информации, вместе, кстати, включая нашего, опять же, Чака Шмака Шумера, ни одного слова ему не сказали, только кричали и восхваляли нашего великого, в кавычках, предводителя. Ну, а Трамп, чем мне еще нравится Трамп, тем, что он абсолютно плевать хотел на то, что о нем говорят в прессе, он плевать хотел на то, что о нем говорят в принципе всякие недоумки, которые даже не понимают, что он пытается сделать, а те, которые понимают, и его все равно мешают с грязью, это даже хуже, потому что это люди, которые, ну, будем говорить так, опять же, их абсолютно не интересует благосостояние, благополучие их стороны. Поэтому, конечно же, Трамп все правильно делает, он поговорил с Индзо Абе, он поговорил с Чи Джао Пином, и он понял, что надо поехать и поговорить, по крайней мере, встретиться, встретиться с Ким Джан Ином. Для чего? Для того, чтобы ему показать, что, слушай, как бы оно ни было, но у тебя всегда есть возможность все-таки наладить ситуацию в своей стране, наладить быт и жизнь своих сограждан, и все, что тебе нужно сделать, это отказаться от идеи ядерного вооружения. Ну, знаете, как потихонечку, потихонечку, может быть, действительно, вода, камень точит, может быть, когда-нибудь, то есть, мы прекрасно понимаем, что Ким Джан Ин, он больше всего боится потерять свою власть над народом в своей стране, и он прекрасно понимает, что, имея ядерное оружие, конечно же, с ним будут совсем по-другому к нему относиться, и совсем по-другому с ним разговаривать, но проблема в том, что, пытаясь вооружиться ядерным оружием, он подставляет свою страну, он подставляет свой народ под страшнейшую опасность, опасность, он должен будет принять для себя решение, поверить такому, как Трамп, в то, что его не собираются никуда смещать, и зажить нормальным образом, ну, или, сами понимаете, альтернатива не очень радужная, итак, дорогие друзья, давайте мы сейчас прервемся на рекламную паузу, спасибо вам огромное за то, что были со мной, мы вернемся в программу Неполиткорректное ток-шоу в 5.30 вечера, и обязательно продолжим обсуждать наши ситуации, спасибо вам огромное, и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok